Малый бизнес озабочен этими обстоятельствами, а крупный видит шансы на дешевые кредиты и планирует экспансию на рынке Евросоюза. Эксперты же считают, что рост цен будет продолжаться. Чудо надо подождать. Не менее трех лет уйдет на создание новых позитивных трендов в экономике, считает литовский экономист Гитенас Науседа. По его мнению, членство в зоне евро – это не охранный зонтик над Литвой и в случае нового международного экономического кризиса не спасет страну. По оценкам эксперта, цены в кафе и ресторанах после введения евро выросли в среднем на 30%. А вот что говорит о росте цен после введения евро в Литве председатель сообщества мелких предпринимателей и торговцев Литвы Зита Сорокина. Решение правительства о присоединении к зоне евро мы, мелкие предприниматели, приняли с пониманием. Пока мы столкнулись с тем, что цены выросли, а потребление упало, люди стараются больше экономить, евро пока осложнило нашу деятельность вместо того, чтобы облегчить. Я надеюсь, что переходный момент, во время которого цены вырастут, скоро окончится. Но введение евро выгоднее крупным, ведущим внешнеэкономическую деятельность предприятия, чем мелким предпринимателям и представителям микробизнеса. Председатель объединения литовских грузоперевозчиков Эрландос Микинос считает, что для его коллег введение евро выгодно, поскольку облегчает расчеты с клиентами и позволяет избежать потерь от перерасчета с литов, бывшей валюты Литвы, на евро. Кроме того, он надеется, что в новых условиях будет легче получать кредиты на приобретение транспорта по низким ставкам. По данным Литовского департамента статистики, выросли цены на овощи, фрукты и бензин. За пять месяцев овощи подорожали на 30%, фрукты на 14% и бензин на 2%. Услуги в области гастрономии, медицины, телекоммуникаций и ательерствия выросли в среднем на 1,1% и продолжают расти. Подешевели мясные и некоторые молочные изделия. Средняя зарплата в Литве сегодня 545 евро, минимальная – 324. Как считают литовские экономисты, сначала цены на товары должны возрасти до уровня среднеевропейских, и только потом средние зарплаты вырастут до уровня Европы. Ну, что сказать по этому поводу? Я могу только повторить свое мнение о том, что единая валюта в Евросоюзе – это ошибка. Страны с колоссальной разницей в экономиках – Германия и Греция, Франция и Мальта, а теперь еще Литва вместе со всей Прибалтикой – ну, не могут пользоваться единой валютой, поскольку, делегировав полномочия денежно-кредитной политики Брюсселю, сами лишаются этого действенного инструмента – финансово-экономического регулирования. Политика Европейского Центробанка всегда будет равняться на Берлин и Париж, а не на Лавалетту и Вильнюс. Пример Греции подтверждает этот тезис самым убедительным образом. Это была суть дела. Всего вам доброго. Надеюсь, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok